С вами снова еженедельные саркастические новости другого глобуса нет. На этой неделе управление статистикой порадовало нас новым отчетом по рынку труда, а мы сделали из этого выводы и поделимся ими с вами. Еще расскажем о теории заговора против Пуальевра, про шпионов, угрозе российских хакеров продуктовой безопасности Канады и либеральных деревьев. В пятницу управление статистикой выпустило очередной отчет по рынку труда. Экономисты сказали, что все у нас почти хорошо, так как уровень безработицы в Канаде не изменился, остановившись на 6,4%. И это прямой путь к новым снижениям ставки Центробанка, сказали эксперты. Но если посмотреть на цифры немного пристальнее, то картина не столь радужная, так как частный сектор в июле потерял 42 тысячи рабочих мест, а вот государственный набрал 41 тысячу новых работников на нашу шею. Безработица среди молодежи до 24 лет достигла 14,2%. Самый высокий уровень с 2012 года. Среди студентов уровень безработицы еще выше 17,2%. Рекорд с 2009 года. Управление статистики экономисты считают, что основная проблема – нехватка летних рабочих мест. А что случилось с летними рабочими местами? С ресторанами, гостиницами, туристическим сектором, ремонтными работами? Как вы считаете? Количество новых рабочих мест не растет уже два месяца. Уровень безработицы на процент выше, чем год назад. Среди новоприбывших иммигрантов уровень безработицы вырос на 3,1% до 12,6% в сравнении с июлем прошлого года. Безработица среди молодых иммигрантов достигла рекордных 22,8%. А дальше самое главное. У нас растет число канадцев, покинувших рабочий рынок. Они уходят на пенсию, уезжают из страны, уходят на пособия. Уровень участия в рынке труда составляет сейчас 65%, самый низкий показатель с 1998 года. Канадцы уходят с рынка труда. И именно это стало одной из причин того, что в июле не выросла безработица, а вовсе не стабильный рынок труда. И еще раз хочется отметить. Занятость в государственном секторе растет от года к году. Темпы появления новых рабочих мест в госсекторе в 8 раз превышают частный сектор. Более 4,5 миллионов человек работают на государственные структуры, а это почти четверть рабочего населения страны. Давайте поразмышляем. Зачем Канаде столько государственных служащих и что происходит с частным сектором? Теперь немного о безопасности. На этой неделе выяснилось, что продовольственная безопасность Канады в опасности. Развитие аграрного сектора, или точнее его индустриальной части, а значит массового потребления для всех канадцев, достигло высшего уровня. И теперь коров, свиней и куриц кормят не дядя Джон, а электронные кормушки, управляемые через компьютерные системы. И дойка тоже происходит благодаря высокотехнологическим процессам. Роботы решают все. Об этом узнали российские хакеры, которые раньше атаковали финансовый сектор Канады, а теперь перешли на сельское хозяйство, сообщает центральная пресса CBC News. Только за первые несколько месяцев 2024 года совершено 13 кибератак. CBC News переживают об уязвимости канадского продовольственного сектора и сообщают, что у них имеются убедительные доказательства, что некоторые хакеры действуют в рамках определенной поддержки российского правительства. Правда это или нет, мы вряд ли узнаем. Но то, что кибератаки угрожают не только полному отключению нас от банков и наших денег, но и обещают нам перебои с продуктами, точно не вызывает оптимизма. Будь то российские, китайские или индийские хакеры, или даже собственные структуры. Нам нужно прямо сейчас принять меры под угрозой продовольственная безопасность Канады, процитировал CBC директора отдела анализа Киберугроз. Дальше будет про Пуальевра и Ботов, опасном Китае и опять Третьей мировой, а также самой зеленой либеральной партии сказочников. Не выключайтесь, реклама помогает нам продолжать. Пьер Пуальевр на этой неделе оказался замешан в киберскандале. Его обвиняют в использовании бота-ферм для продвижения своей популярности в типично либеральных избирательных округах. Консерваторы в ответ ищут ботов в комментариях к постам Трюдо. Виноваты, как обычно, Россия, Китай и Илон Маск. Все привычно. На прошлой неделе вышло видео с выступлением Пуальевра, на котором видно зал, забитый до отказа. Сразу после на платформе Икс появились многочисленные посты от людей, утверждающих, что они только что вернулись с этого выступления Пуальевра и переполнены энергией. Но тут обнаружилось, что сообщения поступили с аккаунтов с менее чем пятью подписчиками, многие из которых присоединились к платформе только в этом месяце, и мало кто из них живет в Канаде. Через пару дней многие аккаунты уже были закрыты. Депутат парламента от НДП поднял вопрос, а не наняли ли консерваторы офшорную ферму ботов, чтобы создать ложное впечатление о популярности Пуальевра. Консерваторы, безусловно, все отрицают, а их директор по коммуникациям обвинил НДП в распространении необоснованных теорий заговора. Консерваторы не остановились на оправданиях и сразу перешли в нападение, уточнив, что аналогичные аккаунты ботов публикуют благоприятные комментарии о премьер-министре Джастине Трюдо, и даже предоставили ссылки на несколько аккаунтов с почти идентичными постами о том, что негативные нападения на Трюдо вызывают отвращение, так как последний лучший премьер-министр, который у нас когда-либо был. А в Швейцарии в это время арестовали канадца, шпионившего в пользу Китая. Фамилия задержанного – Болжикловец, и в документах он числится как эксперт по Северной Корее и бывший сотрудник ООН, хотя официальные власти отказались подтвердить личность задержанного. Но Канада не отчаивается и укрепляет военное сотрудничество с Австралией против Китая перед лицом наращивания глобальной нестабильности, невиданной со времен Второй мировой. И тут трудно поспорить. Канадские и австралийские министры обороны решили объединить усилия перед такими проблемами, как укрепление вооруженных сил Китая и продолжающихся конфликтов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Министры встретились в Ванкувере 8 августа, обменялись озабоченностью по поводу, опять же, кибербезопасности военных действий и исследований в области безопасности. «Китай проводит самое амбициозное наращивание военной мощи среди всех стран со времен Второй мировой войны и стремится перестроить международную систему для продвижения своих собственных интересов», сказал министр обороны Канады Билл Блэр. Блэр также отметил растущие проблемы безопасности в Арктическом регионе, включая, помимо прочего, угрозы со стороны России и Китая. Блэр уточнил, что страны-союзники готовятся избежать войны. На вопрос, стало ли укрепление сотрудничества между державами признаком надвигающей войны, Блэр уточнил, что страны-союзники готовятся избежать войны. Нам остается только надеяться. Ну и напоследок о благих намерениях и государственных средствах. Канадское метеорологическое и океанографическое общество утверждает, что либеральная программа «2 миллиарда деревьев», представленная в предвыборной платформе партии 2019 года, была переоценена с самого начала и не окажет никакого воздействия на климат в течение следующих 50-100 лет. Правительство намерено посадить 2 миллиарда новых деревьев в Канаде к 2030 году, говорится в бюллетене общества. Но эта программа серьезно переоценена для борьбы с изменением климата и особенно намерение правительства сократить выбросы углерода с ее помощью. Для поглощения 730 миллионов тонн ежегодных выбросов углерода в Канаде потребуется 10 миллиардов взрослых деревьев в возрасте от 50 до 100 лет, а не новые саженцы. Это может быть полезным для снижения выбросов углерода в атмосферу в течение следующих двух столетий, но не для борьбы с ежегодными выбросами сейчас, как утверждают либералы. Конец цитаты. Само правительство тоже не очень верит в собственные сказки, поэтому к 2030 году посадит только пятую часть от обещанных 2 миллиардов деревьев. Это просто было образное выражение, уточнили в правительстве. Кстати, в Канаде 318 миллиардов деревьев, что эквивалентно 25% изначального лесного покрова планеты. Ну а пока Канада, как может, обороняется и озеленяется, мы остаемся. Другого глобуса все равно нет. Наслаждайтесь нашими лесами, озерами, летом и хорошими людьми. А мы будем наблюдать за нашими бестолковыми политиками и рассказывать вам главное. Оставайтесь с нами, зовите друзей, комментируйте, пожалуйста, лайкайте, а главное подписывайтесь. Вместе веселей. А мы пока уйдем на пару недель в отпуск и вернемся в первых числах сентября бодрыми и готовыми к американским выборам. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok